И отсюда мы будем начинать наше путешествие по Барселоне. Как самочувствие, Серега? Вообще отлично. А что тебя спасло? Вперед. Неправда? Вперед. Правду говори. Специя, которая самая дорогая в мире, считается шафран. 250 грамм 850 евро. Тяй, как впечатление-то от Барселоны? Жарко, но я пока держу. Дети собрались, экскурсовод вам сейчас расскажет историю. Воскресенье все закрыто. Даже кафешки, которые мы хотели посетить, они в воскресенье именно закрыты. Конечно, здесь тема раскрыта, но потерялась. Актуальность потерялась. Наконец-то мы собрались. Я надеюсь, что сейчас выдвинемся. Спустя 3 часа. Спустя 3 часа. А мы в Стайлер в 8. Ё-моё, да там же жарень. Мы только вышли. Что касается климата в Барселоне. Август месяц – это самый жаркий месяц, который вообще только можно придумать. И я не знаю, конечно, как мы сможем посмотреть все, что мы запланировали. Я думаю, мы будем перебежечками до каких-нибудь кафешек с кондиционером. А тут же еще сиеста, и поэтому очень многие заведения не работают. Там с 12 до 4 или до 6. Как самочувствие, Серега? Вообще отлично. А что тебя спасло? Фиот. Неправда? Правду говори. Ну ладно, маленькая баночка. Маленькая баночка пива. Это, кстати, доктор Виктор помог. Виктор у нас доктор. Он подбирает каждому свою таблетку. Да, да, да. Мы, кстати, с Серегой себя вообще как-то, как ни странно, очень хорошо очистили. Да, мы мало, во-первых, выпили. Во-вторых, мы зарядились с утра 100% соком. Да, да, 100% соком. И сразу все стало намного лучше. Итак, вот то, о чем мы вчера вам рассказывали, что здесь можно купить талончики. Нам нужен Т-10. Т-10, вот, он стоит сколько? 10-20. И всеми 50 евро запонимаем на удачу, да? Да, да. Решили брать 2. 20 евро 40 центов получилось. То есть от 1 билет Т-10 стоит 10 евро 20 центов. Это на 10 поездок. И вы можете использовать не только на одного человека, но и на 2. То есть вы можете купить один на двоих, но мы сразу решили купить 2, чтобы было удобнее. Даже в метро жарко. Везде жарко. Лерка, а что ты говорила, насколько хватает этой одной поездки на час где-то? Одной поездки на час 20. На час 20. Нужно, получается, успевать, грубо говоря. Либо ехать на автобусе, если тебе надо куда-то, на метро. Либо ты можешь ехать на метро, потом выйти, поехать на автобусе. Если ты успеваешь за час 20, то у тебя одна поездка снимается. То есть вы должны успеть пересесть за этот час 20. Понятно, что ехать вы можете больше. Ну, то есть вас же никто никак уже не проверит. Если это не так, напишите в комментариях. Да, мы же тоже не знаем. Мы же туристы. Вышли мы на площади Каталонии. Фух, конечно, жарковато. Отсюда идет 10 главных дорог. И отсюда мы будем начинать наше путешествие по Барселоне. Сердцем города Барселоны, без сомнения, является площадь Каталонии. Здесь мы сейчас с вами и находимся. На площади Каталонии находится небольшой питьевой фонтан. Называется он Каналетас. Если из него и спить, то ты обязательно вернешься в Барселону. Что мы сейчас и сделаем. Жарко невозможно. И от этой красивой площади берет начало знаменитый бульвар Рамбла. Для информации, кому интересно, здесь ходят автобусы. Вот эти красные. Получается, взрослый один билет на один день стоит 30 евро. На два дня 40 евро. И здесь показаны все маршруты. Достаточно прикольно. Кстати, может быть, мы в последний день прокатимся. Как раз, когда у нас останется время свободное. Круто. В общем, один день 30 евро. Мы подошли к бульвару Рамбла. Он берет свое начало на площади Каталонии. И идет прямо к морю, где находится памятник Кристофору Колумбе. Протяженность этой улицы 1 километр 200 метров. И мы сейчас с вами отправляемся именно туда. Ну, я не сказала бы, что очень много народу, как говорилось. Ну, нормально как. Здесь просто рай для сладкоежек. Это я. Я, Лер, ты. Поэтому это готов ты. Лера увидит все самое интересное. И только что вот обнаружила здесь на Рамбле специя, которая самая дорогая в мире считается. Шафран. 250 грамм, 850 евро. Сейчас мы свернули с бульвара на Старый город. Получается, по правую сторону бульвара расположен Старый город, а по левую сторону расположен готический квартал. Конечно, здесь такие необычные улочки. Очень красивые. Все выпивают. Это же нормально выпить на завтрак. Немножечко кавы. Конечно, очень красиво. Вот эти вот уютные узкие улочки, конечно. Архитектура, просто космос. В Таиланде немного уже подзаколебалось снимать эти пальмы, пески, море. Одно и то же. А тут как бы попадаешь в архитектуру такую потрясающую. И, блин, понимаешь, просто масштаб вообще, как это люди все строили. Насколько красиво вообще. У них такие милые балконы. Ребята, как же здесь красиво. Ну, реально, здесь совсем другая атмосфера. Не так, к которой мы привыкли. И это так необычно, так здорово. Идешь по тенечку. Знаете, вот реально, мы привыкли к Таиланду. И вообще полюбили его за то, что тайцы, вот у них есть этот собай. И они действительно всегда на таком, на релаксе. То есть они не запариваются по поводу каких-либо вещей. То же самое здесь. И даже когда я читала про Барселону, про каталонцев, что они как будто бы поняли жизнь, да, то, что у них это сиест, они постоянно отдыхают полдя. Они на таком, на расслабленном. Они никуда не спешат. И вот, наверное, в этом там есть небольшая связь между Таиландом и Барсело. Тяй, как впечатление-то от Барселоны? Жарко, но я пока держусь. Ну вот сейчас, когда мы немножечко передохнули в теньке, посидели во дворике, сейчас уже получше себя чувствуешь. Не так жарко, спадает эта жара. И спасает, конечно же, эта тень от зданий, когда ты гуляешь вот между улочками, обдувает ветер, потому что ветер гуляет между этими улицами. И уже гораздо-гораздо легче. Дети собрались, экскурсовод вам сейчас расскажет историю. Это площадь какая-то, не знаю какая, но в готическом квартале. Здесь снимался фильм «Парфюмер». В городах того времени стояла вонь почти невообразимой для нас современных людей. А самым главным местом Парижа был, несомненно, рыбный рынок. Принимай. Здесь, короче, они брали и создавали на этой площади рыбный рынок. Раскидывали мусор, рыбу тухлую. Стоял запах такой, что местные жители даже жаловались. Но надо сказать спасибо мэру города Барселоны, который позволил это все воплотить. Они каждое утро, где-то в 6-7 утра, все это раскидывали, снимали до 12 часов дня, пока солнце поднималось. И потом все это быстренько убирали, чтобы дальше запах не распространялся. Но вообще парфюмер снимали здесь. И это вот как раз-таки уже готический квартал. Сейчас пойдем искать самые красивые здания. А еще я знаю, что каталонцы одни из немногих испанцев, кто против кориды. И с 2010 года корида на территории Каталонии запрещена. Она сейчас в Испании осталась только в Мадриде. Серега знает, кстати, информацию по Барселоне даже больше, чем я. Потому что он молодец и он готовился. Просто невероятная вообще архитектура. Серега наш друг, он сказал, что ему нравится в Испании. Вот как-то Италия не так его зацепила, а Испания ему нравится. Он все ходит и фоткает. Это собор Святого Христа и Святой Явлали. Очень красиво. Атмосфера в Барселоне просто шикарная. Играет музычка, все выпивают, кушают, гуляют на релаксе. Очень круто. По итогу нашей прогулки мы поняли, что в воскресенье даже у мимов и у рынка тоже выходной. Хотя, казалось бы, в выходной само то зарабатывает деньги. Потому что все гуляют, отдыхают, даже испанцы. Ну, испанцы, походу, всегда отдыхают. В воскресенье все закрыто. Даже кафешки, которые мы хотели посетить, они в воскресенье именно закрыты. Это не как у нас, что открыто все максимально долго. Тут, наоборот, в воскресенье никто не работает. Ну, и сейчас как раз-таки время обеда, полвторого. Мы идем в кафешку. Ее, кстати, рекомендовал блогер. Я не помню, как, к сожалению, его зовут, но он живет именно в Барселоне. Прикольные видосики снимает. Мы идем в это место, а потом на пляж. Потому что, действительно, в августе в Барселоне очень жарко. Вот до 11, наверное, было нормально. Нет, даже до 12 было нормально. Но вот с 12 и вот сейчас до 2 просто адская жара. Если честно, у меня уже отваливаются ноги. Я не представляю вообще, как дальше гулять. Мне кажется, что наш сегодняшний день закончится на том, что мы сейчас очень вкусно покушаем, посидим, выпьем кавы или, может быть, сангрии, и потом пойдем в море плавать. Он даже закончится не потому, что мы устали снимать или вам что-то показывать, а потому что у нас тупо садятся батарейки. В том месте, в котором мы хотели покушать, была огромная очередь, поэтому мы пошли в соседние. Но здесь, на самом деле, цены не особо отличаются. Здесь не очень дорого. Мы взяли ритр сангрии, который мы уже выпили. Заказали себе что-то. Последние соки выжимают, смотри. Серьез просто выпиваем. С Валюхой заказали, не зная что. Просто тыкаем в меню. По итогу принесли бутерброды с сыром. Сыр и бекон. Порция из двух бутербродов 3 евро. Ну, под сангрию вообще нормально. Третья сангрия пошла в дело. Вкусно тебе? Сангрия – это просто лучшее изобретение испанцев. Пиво я пить не буду, потому что оно газированное и полный живот набивается. Сангрия – это, походу, мой напиток. Наш весь обед стоил нам 53 евро. На 6 человек достаточно дешево получилось, я считаю. На человека чуть меньше 10 евро. Мы выпили 3 литра сангрии, у каждого было по каким-то закускам, плюс еще 3 горячих блюда. Все довольны? И мы счастливы. Мы с Серегой решили, что мы испанцы. Нам нравится сангрия, от нее как бы не пьянеешь, чувствуешь себя прекрасно. Чуть-чуть, ты пьянеешься. Да, весь фейк возле моря. Только что мы протестировали общественный пляж Барселоны, который называется Барселонета. Здесь очень-очень-очень много людей, просто весь пляж в людях. Витя хочет раскрыть тему сисек у нас на канале, поэтому дадим ему слово. Что ты думаешь о том, что испанки показывают мужчинам свою грудь? Мне кажется, на самом деле это очень плохо, потому что мужчины после этого перестают чувствовать какую-то сохранность этой груди. То есть так вот, когда не видно, хочется посмотреть, какая-то загадка есть. А когда видно, уже как бы и не надо. И вообще уже как будто ничего не надо. Смысл женских сись теряется. Да. Конечно, сиськи здесь тема раскрыта, но потерялась. Актуальность потерялась, да? По поводу моря. Вода достаточно прозрачная, но на поверхности иногда плавает такая, так скажем, какая-то то ли тина, то ли вот какое-то такое. Акулы, короче, какие-то. Но вода сама прозрачная и очень холодная. По сравнению с Таиландом, конечно, она раза в два попрохладнее будет. Прям забегаешь с таким, ух, бодрит, в общем. Ну и также здесь много всяких развлечений, типа пара сейлинга, можно взять в аренду доску, падалборд тоже можно. Очень много людей ходит, которые предлагают вот мохито, коктейли, воду, то есть мороженое, все что угодно. Можете просто приходить, садиться и сами продавцы вас найдут. Ну и плюс множество кафешек всяких тоже, мороженец. Все присутствует. Мне очень непривычно, потому что здесь, да, опять же, я скажу, очень много народу никогда в жизни такого не видела. Только в Крыму один раз, когда мне было 18 лет, мы были где-то, наверное, возле Севастополя, вот где-то там. Ну вообще атмосферно, очень красиво. Вот эти вот пальмы на берегу напоминают мне LA. Здесь не песочек в воде, а галька. Но опять же, как бы камни не острые, можно спокойно ходить, но очень горячий песок, потому что он темный. Он не желтый, не белый, а он такой более, не знаю, коричневый какой-то, что ли. Обязательно нужно быть в такой обуви удобной, типа в шлепках. Ну вообще классно, Барселона, я влюбилась в нее с первого дня. А сейчас по плану у нас поехать домой, немножечко передохнуть, зарядить всю технику и уже будем выдвигаться в сторону какой-нибудь, не знаю, ночной жизни, движа Барселоны и тому подобное. Ну а на этом, ребята, у нас все. Первый выпуск с Барселоны закончен. Не забудьте поставить ему лайк. Если кто-то из вас был в Барселоне, напишите в комментариях, как вам, где вы были, в каких местах. Может, что-то подскажете, куда нам еще сходить. Поэтому обязательно напишите комментарий. Ну а на этом у нас все. Всем спасибо и пока.